Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. В Рождество блогерша Наталья Мишина поделилась в Инстаграме историей, которая произошла с ней в новогодние праздники в родном алтайском городке Камень-на-Аби. Наталья с трёхлетним сыном Мишей живёт в Санкт-Петербурге. Но на Новый год они отправились на родину. Это путешествие запомнилось ей благодаря одной из поездок в автобусе. Наталья с сыном зашли в автобус. Малыш капризничал. Мама сначала усадила и успокоила ребёнка. А потом подошла к водителю, чтобы оплатить проезд. И тут услышала, что за неё уже заплатили. И этим щедрым человеком оказался семиклассник Ваня, обычный школьник, одиноко сидящий в автобусе. Он просто решил позаботиться о женщине с маленьким недовольным ребёнком. «Пока я искала свободное место и усаживала Михаила, этот незнакомый мальчик оплатил наш проезд. Я спросила, почему, и он ответил. Потому что в нашей семье принято, чтобы мужчина заботился. Вместе они проехали четыре остановки. Паренёк рассказал, что живёт вдвоём с мамой. Папы нет. Сейчас они делают ремонт, а денег не хватает. Ещё он поделился, что очень любит рисовать. Но мама не всегда может оплачивать занятия в художественной школе. Приходится пропускать. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком. Фамилию Вани Наталья не успела узнать. И захотелось отблагодарить школьника за добрый поступок, и она через знакомых и одноклассников быстро его нашла. Купив печенье и фрукты, женщина отправилась в гости к Ване, чтобы сказать спасибо его маме, которое вкладывает столько доброты в сына. Чтобы подарить немного рождественской сказки этому обычному каменскому мальчику. Чтобы просто мы с вами знали, что в мире много хорошего. И оно совсем рядом с нами. Побывав в гостях, Наталья поняла, что семья нуждается в помощи. Она обратилась к подписчикам с просьбой помочь семье Сидоровых закончить ремонт, чтобы Ваня мог вернуться в художественную школу. На её просьбу откликнулось больше двух тысяч человек, которые за сутки собрали для мальчика полтора миллиона рублей. «Не знаю, понимаете вы это или нет, но мы с вами смогли полностью изменить жизнь этой семьи», – рассказала подписчикам Наталья. На собранные деньги мама Вани собирается купить для него квартиру в Барнауле или Новосибирске. И, возможно, когда-нибудь в той самой квартире Ваня будет рассказывать своим детям эту историю. Взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света. А доброта тысячи сердец способна меньше, чем за сутки кардинально изменить жизнь одной простой каменской семьи. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова